Карате – это не просто боевое искусство, это жизненный путь, в котором человек занимается укреплением своего тела и духа, расширяя пределы своих возможностей. Мальчишки и девчонки из центра боевых единоборств поколения не привыкли отступать перед трудностями и в соревнованиях даже самого высокого уровня стремятся к лидерству. Совсем недавно их копилка достижений пополнилась новыми медалями и кубками. В первенстве России Александр Карпенко занял третье место среди юношей 12-13 лет в весовой категории 50 кг. Там были и быстрее меня, и сильнее, но все же я смог им противостоять и занять третье место. Это дух и характер. Я, получается, перед боем себя настраивал на хороший результат и достойно выступить. Александр занимается карате уже почти 7 лет. Как сам признается, наград за это время завоевано немало, но такого уровня первое. И уже сейчас спортсмен ставит для себя новые цели. А Руслан Саядов в карате уже более 10 лет. На занятия пришел за старшим братом. Во всероссийских соревнованиях Кубок Кавказа в Сочи спортсмен занял третье место. А на международных соревнованиях в Казани Руслан стал чемпионом в возрастной категории 14-15 лет, обойдя 30 участников. Пять боев провел, да, нелегко. Получилось собраться наконец-то. Уверенность и смог. Сочинский олимп каратистов покорили еще два воспитанника центра поколения. Это Елизавета Котельва и Клементий Плесак. Лиза с уверенностью победила соперниц среди юниорок 16-17 лет и завоевала золотой кубок. При этом девушка впервые выступала в новой для себя категории. Она с легкостью рушит все шаблоны о том, что борьба – спорт не для девочек. Считаю, все прекрасно. В детстве увидела, очень понравилось. Вообще ни капли не жалею. В занятиях каратэ. Вот с какими сложностями приходится девочке сталкиваться? Наверное, больше с психологическим какими-то, со страхом больше все-таки. Страх чего? Страх того, что там где-то сильно ударили, где-то еще что-то. Это очень сильно влияет и на самого человека, потому что очень сильно характер меняется. Ты больше целеустремленной становишься, когда ты чем-то занимаешься. Постоянно ставишься какие-то цели, постоянные тренировки. Конечно, это все поможет в будущем. Еще один золотой каратист – Клементи Плесак. На турнире в Сочи провел пять боев и все выиграл. Обошел 40 участников своей категории 12-13 лет. Благодаря тренеру и тактике, отработанной на тренировках. Отработанные приемы и умственная мысль, как вести бой во время поединка. Настрой важен. Это в первую очередь для поединка и для бойца. Это самое главное. Карате – это не только изучение техник ведения боя. Это особый образ жизни. При упорной борьбе амбициозным планам этих ребят суждено сбыться. Пожелаем нашим юным спортсменам удачи в дальнейших соревнованиях. Юлия Теунова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.